Добрый вечер, дорогие друзья. Я приветствую вас всех, кто вы нашли время и желание участвовать. Дайте обратную связь, пожалуйста, как меня слышно. Так, слышно, слышно. Спасибо. У нас сегодня очередной вебинар. Актуальные комментарии, организационно-правовые вопросы. Вопросы просто так. Вопросы, которые держат за душу, которые держат за что-то еще. Вот. Поэтому спасибо. Я поблагодарю своих ассистентов, помощников Олега Сошникова и Алексея Дьякова. И кто там еще у нас? Да, Алексей Дьяков. Ну и себя тоже, что я работаю. Поэтому давайте разберемся. Много интересных вещей. Я просто хочу сказать, что делегации из Монголии, те, кто смогли увидеть это видео, кто не увидели, посмотрите, пожалуйста, на новостном канале в YouTube или же зайдите в РСВ, увидите его. Вот. Очень важно то, что нас посещают, и это уже на уровне Министерства транспорта, Министра транспорта Монголии. Причем, если вы помните, в одном из интервью Анатолий Гвардович говорил, что, вернее, намекал, правильно сказать так, намекал на то, что в Монголии есть возможность развития, очень интересного развития нашего, с применением нашего проекта и, как бы, его еще больше капитализации за счет привлечения дополнительных решений, связанных там с углем и со сланцем. То есть это с выработкой электроэнергии и других еще переработкой земельных руд, или, ну, скажем, ресурсов, рудных ресурсов. Вот. И это все связано с тем, что нужно делать транспорт, современный транспорт. Одним словом, это очень важно, дорогие друзья. Спасибо, кто там положил эту ссылку. Вот. Поэтому сегодня, значит, я еще хочу, да, мы получили исходную информацию, у нас чат немножко даже где-то так вот оживился, вот в связи с тем, что начата, как бы, апробация, или, вернее, сказать так, тестирование свободной, несвободной, для внутренней продажи, или размещения токенов с возможностью их покупки за, ну, за кровные деньги на нашей площадке. Там можно к этому по-разному относиться. Теперь сегодня, к тому же, я постараюсь в рамках тех вопросов, которые заданы, еще прокомментировать правления, как бы, или члены правления собирались, собирались те, кто, как бы, обеспечивают весь процесс вместе с командами, собирались мы в Москве, обсуждали возможности и необходимости развития и обслуживания той среды, которая создана. Вот, перспективы, удалось мне переговорить очень коротко с Анатолием Эдуардовичем по телефону, у нас будет специальное скайп-совещание, он сейчас в Эмиратах, вот, и есть тоже некоторые, как бы, ну, вот, можно сказать так, что, что касается токенов, он сказал, что относитесь к этому как к тесту, вот, и ничего страшного, особого такого нет, просто идет тестирование платформы, тестирование информационно-технологических возможностей, вот, ну, естественно, рынка, внутреннего рынка, закрытого, значит, блокированного пока рынка, но идет. И поэтому по очереди, вот, я буду отвечать, буду комментировать, и мы к этому делу еще пройдем. И тут, может быть, удастся еще кое-что сказать. И к тому же, в конце я захочу уже, я хочу уже, как бы, под завязку еще высказать свое отношение к стратегии и тактике, которую я время от времени высказываю. Кто прислушивается, иногда говорят спасибо, кто не прислушивается, начинают задавать потом вопросы и забывают про то, что я говорил. Ну, есть как есть. Пошли дальше. Значит, смотрим, что тут такое сегодня есть. Вопросы и ответы. Вопрос. Почему до сих пор нет информации в личном кабинете о токенах? Я не совсем понимаю, какой это вопрос. Это может быть вопрос, что почему нет возможности в личном кабинете об обмене токенов в Skyway Capital. Пока не налажена, еще не отлажена IT-цепочка правильная. Вот. Будет сделано. На тех же условиях будет возможность это сделать, кто делали до сих пор. Точно так, как было до 31, по-моему, января. Все это же самое будет. Теперь, есть я какой-то другой информации о токенах. Извините, пока существует у токена своя собственная площадка. И, как бы, у них или у этой площадки свой бизнес, у нас свой бизнес. Поэтому, как бы, варить все в одну кучу нельзя и не будем. Когда будет достигнуто определенное соглашение, как мы будем обслуживать, в чем мы будем обслуживать блокчейн-платформу по размещению или по обслуживанию размещений, тогда эта информация появится. Уже я токен. А так, нет пока причины ничего тут говорить об этом. У нас это, скажем, это я просто, как бы, комментирую только благодаря тому, что стараюсь сам в чем-то разобраться. Ну, и есть у нас сложилось сообщество, которое этим делом интересуется. И уже не первый день мы идем вместе. То есть, у нас есть сообщество, как бы, тех, кто в эту технологию, в этот проект верил, верит и идет дальше. Вот поэтому это так и есть. Был вопрос. Я приобрел в 2016 году 125 тысяч акций. Ну, как бы, они обошлись мне 500 долларов. И, исходя из этого, 100 тысяч акций мне обошлись, или их себестоимость стала 400 долларов. Сейчас же, 100 тысяч акций, знаете, да, была возможность обменять 100 тысяч акций. Сейчас же 2000 токенов стоит, извиняюсь, 2000 токенов можно было получить, обменяв 100 тысяч акций. 1 в 50 был обмен. Сейчас 2000 токенов стоят 200 долларов. Вопрос. В чем моя была выгода при обмене, значит, 100 тысяч акций на токены? К этому можно по-разному отнестись, дорогие друзья. Вот мой комментарий по этому поводу, как я это дело понимаю. Да, правильно. Вариант А. Если к этому относиться, значит, так, что цена одного токена в акциях 50 акций, что в переводе на, значит, зеленые 0,2 доллара. Цена одного токена по тестовому размещению 0,1 доллара или 10 центов. То есть, если так вот посмотреть, что действительно я обменял в свое время акции по 2 цента за токен, как бы пришлось при расчете, да, а сейчас это же самое предлагается на по размещению за 10 центов. Ну, тут я всегда привожу и смотрю через призму активной позиции или проактивной. Это, значит, проактивная позиция, что я всегда выигрываю. То есть, вин-вин. Я к этому отношусь так. Что я сделал, что я выиграл. А не потому, как что я сделал, что я проиграл или что я потерял. Откуда я знаю сейчас, что я потерял? Ведь, во-первых, я сегодня, я о себе говорю, это мое рассуждение, это не демагогия, пожалуйста, поймите меня правильно. Я точно так же себе отвечал на эти вопросы. Понимаете? И вот смотрю, люди тоже, это каждому человеку присуще. Что в переводе, да, действительно, сегодня я приобрел, то есть, я поменял акции. Да, расчет показывает, что это так. Это так же, как с недвижимостью или с каким-то другим, любым, значит, имуществом. Но дело-то в том, дорогие друзья, что... А, это у меня все равно на бумаге, понимаете? Это как выигрыш, о котором я говорил, там, 400% и так далее. Он тоже пока на бумаге. Для того, чтобы он стал реальностью, нам надо еще работать, дорогие друзья. И немало работы. И нам в том числе. Не им там. Понимаете? А и нам в том числе. Потому что мы все вместе одна команда. И если мы будем смотреть так, что... А вот они там что-то придумали. А вот они нас уважают, не уважают. А вот они нас обманули. Или я выиграл, или проиграл. Ну и что? Я смотрю на это дело таким образом. А я смотрю, рассчитывал несколько иначе. Я посмотрел, дорогие друзья, что... Смотрите. Я в целом, я реализовал все свои возможности. Приобрел, или, скажем так, получил 12 тысяч токенов. То есть первое размещение, которое было тестовое, обменял 100 тысяч, да? И получил, значит, 2000 токенов. И потом я обменял, там, по-моему, 500 или 550 тысяч. Всего я, как бы, отдал за это, обменял 650 тысяч акций. Это обошлось мне 2600 долларов. То есть, ну, не обошлось, скажем так, которые себестоимость их такова была. Вот. И вопрос другой. Я начинаю смотреть. Я начинаю смотреть, дорогие друзья. Начинаю смотреть, что я начинаю смотреть. Я начинаю смотреть, что у нас по размещениям. Это даже сейчас начало только вот здесь, где-то около нуля, да? Это даже не начало 0.1, 0.7, понимаете? Это сегодня начали тестировать вот здесь, в нулевой точке. Вот здесь, в нулевой точке, тестировать. По 0.10. Это надо набрать 60 миллионов. То есть, тестирование пока все равно внутри идет. Это не открытое предложение. Понимаете? Но теперь я думаю так, что достаточно быстро можно прийти к 0.25, к 0.4. Ну, я уже не замахиваюсь на 0.60. Я прикинул, что к 0.4. Когда придет? Ну, в лучшем случае, к концу этого года или в 2021 году, например. К этому очень запросто можно выйти. Я потом постараюсь объяснить или просто обозначить, почему я так думаю. И теперь я смотрю дальше или обратно. Я теперь смотрю, что смотрите. На N размещении, 3-4 размещение, один токен будет уже предлагаться по 0.4 доллара. То есть, по 40 центов. Это значит, что то, что у меня стоит в кучке или лежит в кучке, или у меня там, значит, на моем счету в СВГ уже на 480 долларов, скажем, имущество в виде токенов. И теперь вопрос, зачем это делать? Да, я могу их, скажем, реализовать. Что я от этого выиграю? Я опять смотрю, что я выиграю, когда это реализую? Я выиграю то, что я когда-то свои акции, 650 тысяч акций, да? Вот они, 650 тысяч акций, превращу деньги в деньги. И прошло-то совсем немного, и я в 4, ну, скажем, не в 4, а в 2 раза практически выгоднее их реализовал через токены. Теперь у меня возникает вопрос, и у любого здравомыслящего человека, каковым я себя считаю, всех вас, возникнет вопрос. Хорошо, а будет ли еще такое предложение по обмену? На каких условиях? Не знаю. Я предполагаю, что будет, потому что идет проработка и подготовка к обмену акций. Потому что это тоже выгодно компании делать, и по всей вероятности нам выгодно. Или, по крайней мере, купил-продал через вот эту блокчейн-платформу, как-то вот, ну, вводить потихонечку акции в обмен. Но это, скорее всего, будет сделано ближе к тому, когда будет получена лицензия на СТО или же на выход в открытое предложение. Понимаете? Поэтому еще раз я подхожу с позиции win-win. Выиграл, выиграл. Понимаете? Я и тут выиграл, я и тут выиграл. Так что становиться в позицию, вот я проиграл там или мне невыгодно. Вот в чем моя была выгода при обмене 100 тысяч акций. Если я считаю отсюда сюда, из одной ладошки в другую, и хочу, положил сюда, и теперь думаю, что у меня здесь выросло, и тут же съем. Это, ну что ж, при всем моем уважении к китайцам, сегодня посеял картошку, завтра ее выкопал, условно говоря. Да, проиграл. Раз, скажем, раздавил 10 картофелин. Понимаете? Вот. К этому можно еще, у меня была сегодня дискуссия с одним уважаемым коллегой. Он говорит, вот нас не уважают, нас там кинули. Дорогие друзья, я перехожу к следующему вопросу. Что, где, что значит кинули? Кто кинул? Смотрите, значит, тут есть еще вопрос, я его, значит, скажите, пожалуйста, почему в кабинете СВГИО, то есть там, где токены, да, токены разделены на купленные и обмененные? Это же не для статистики, задает человек вопрос. Очень хороший вопрос, спасибо вам. Понимаете? Дело в том, что, как я это полагаю, что, как и объяснялось, если кто-то внимательно слушал, что действительно, что независимо от того, как мы, ведь еще же неизвестно, как эти токены, которые обмененные, будут далее, как бы, ну, позиционироваться или же расцениваться. Это не окончательно, это был на тот момент, на тот момент, когда это происходило. Понятно, да? Вот, поэтому давайте сейчас оценку просто производить с позиции выиграл, выиграл, ибо этот весь процесс в этом направлении. И нельзя себе оставить, вот, я выиграл, проиграл. Это одно из золотых правил, восьми золотых правил того, как идти по жизни и в бизнесе в том числе, в первую очередь. Иначе будут постоянные проколы у человека, когда он будет рассматривать, ой, я тут выиграл, ой, я тут проиграл. Все надо смотреть, а в чем ты выиграл? Да, может быть, ты в деньгах проиграл, но ты выиграл в том, что ты не оказался в ненужном месте, не в нужное время. Понимаете? Хотя это, может быть, не самый хороший пример, но как образный пример. Теперь переходим дальше. Видите, здесь, а, я сейчас не буду здесь останавливаться, об этом уже говорил. Но к этому вернемся еще, может быть, обратно. Скажите, пожалуйста, почему? А, я-то что, два раза повторил, что ли? Обмененные. Ну, вот видите, два раза перевел, это я уже ответил. Как купить токены? Последовательность действий покупки для умных пенсионеров, объясните, пожалуйста. Я мог этот вопрос сюда и не ставить. Дело в том, что я здесь не буду объяснять, как это делать. Умный пенсионер, пожалуйста, у вас есть партнеры. Обратитесь друг к другу. У нас в чате, кто участвует, кто не участвует, заходите в чат. Там есть очень умные люди, которые все знают. Они там уже это объясняли, как это сделать. Понимаете? Есть своя процедура, как это сделать. И это можно будет провести. Как туда зайти? А еще лучше можно... Как бы те, кто вас приглашали. Обычно это так делается. Но можно будет объяснить. Если такая необходимость действительности дальше будет, или я, или же Алексей Суходоев, мы объясним эту процедуру, просто нарисуем даже ее. Я просто получил вопрос несколько... Я не могу сейчас на пальцах вам это все нарисовать. Или показать, вернее. Деньги от продажи токенов поступят на счет в России. А, был там такой длинный вопрос, что человек мне его задавал. Я в чате ответил, что процедура происходит не в России. Он там задал вопрос. А как мне в России нельзя там токенами ничего делать, не продавать, не покупать, не зачислять деньги и так далее. Я на него ответил, что деньги от продажи токенов поступят на счет в России, поэтому никто не имеет права запретить получить эти деньги. Потому что все процедуры происходили не в России и происходят не в России. Понимаете? И только с них нужно будет заплатить налоги. И вот теперь человек задает вопрос. Мой вопрос. Частное лицо имеет право совершать эти операции, или для этого нужно открыть ИП? Нет, не надо. Зачем? Это же не предпринимательская деятельность. Понимаете? Поэтому частное лицо. Вы умеете право купить велосипед в Литве, например. Или, я не знаю, в Австрии купить лыжи. И вам встретить лыжи продать выгоднее. Или продать эти лыжи в Украине выгоднее. Пускай там они со своих телефонов катаются. А деньги поступят в Россию. И там уже дело вашей совести, что вы купили за 100 долларов, продали, значит, в незалежной, продали за 200, 100 долларов у вас чистого дохода. Будете платить налоги или не будете с них платить? Вот весь вопрос. Понимаете? Так и здесь, в принципе. Я прошу прощения, что я сравнил токены с лыжами. Но, может быть, нагляднее так. Теперь следующий. Так, есть у нас тут вопросы. Я сейчас посмотрю немножко. Так, 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 так. Опа. Кое-что есть. Так, помогите мне, пожалуйста. Я больше не могу найти тезисы вебинаров. Не в Марковиче. Не в свое спасибо. Так, помогут вам. Спасибо, пока мы могли. Так, Ольга Ульяновна, ссылки на тезисы. Так, так, так. Или на... Это количество проданных токенов. Не количество, Олег, проданных токенов, а это 135. Там, по-моему, не 135. Сейчас посмотрим, кто здесь ошибается. 125, да. Да, это миллионы. Это так называемые вырученные средства или собранные от этой продажи средства. Так. Миллионы, да, Олег? Олег, очень хороший вопрос. Значит, зачем сейчас менять акции, если можно уже свободно купить? Ну, свободно вы можете пока купить, так, свободно вы можете не продать, но мы же говорили о том, и это упоминается в одной из белых бумаг, что не исключено, не исключено, повторяю, что эта блокчейн-платформа будет использована для, скажем, создания некой ликвидности до выхода на IPO акций. Конечно, в принципе, за акции, проданные акции, то есть обменяли акции на токены, ничего не произошло вроде бы, да? С одной стороны, были в акциях, и с другой стороны, в токенах. Вот. Но дело в том, что, как бы, если правильно вести расчеты, не буду в детали сейчас даваться, то какое-то количество можно и нужно будет сделать, как бы, ну, дать возможность людям реализовать акции. Там будут какие-то, скорее всего, условия. Могут быть, но это не обязательно. Поэтому этот, как инструмент, можно использовать, но вопрос в том, нужно ли это делать. Андрей, меняют, наверное, те, кто покупает, говорят, нет, вы знаете, сейчас нельзя и обменять, и во-вторых, ну да, может быть, хочет человек, действительно, тоже, кстати, одна из мыслей, что у человека нет денег, а есть акции. Так как, ну, сейчас случается, люди обращаются, что вот, у меня там нужно продать и так далее. Ну, нет продажи пока, понимаете? А так хоть что-то можно будет, и как вы видите, уже реализовать эти токены можно будет чуть позже. А компания все равно сможет, как бы, поступившие акции, обмененные акции, использовать, кстати, на этой платформе это можно будет делать, уже их использовать вернув обратно в оборот. Понятно, да? И более выгодно их, как бы, продать, не продать, а, скорее всего, даже продать. Сейчас даже появляется возможность их продавать. Я хочу вам сказать, что, наконец, полностью все, ну вот, все до 100% документов, потому что аудитор компании РЦГ, которая имеет лицензию на продажу акций, она одобрила все договора, все лицензии, которые имеются. И сейчас есть возможность, скажем, легально, ну, даже не легально, а покупать и продавать акции компании РЦГ. И на этот счет я буду отдельно объяснять еще в следующий раз. Об этом мы говорили раньше, и это можно было делать, но это не активно делалось. Единственное ограничение, даже не ограничение, скажем, есть условия, правильно сказать так, в компании РЦГ можно покупать, или, да, покупать, там уже можно сказать, что это покупать, покупать акции, начиная с 10 тысяч долларов, пакет, и выше. И это очень интересно для крупных инвесторов. Поэтому эта возможность тоже будет, ну, как бы, будет вводиться, и на этот счет будет отдельно, как бы, разъяснение для бизнеса. Скорее всего, даже вебинар специально на этот счет проведем, или же, ну, не или же, а подготовим инструкцию. Так, дальше, больше нет вопросов. Пойдем дальше. Так, я думал, там серьезные вопросы. Дальше. Понятно, да? Вы еще, надеюсь, в 2021 году приобрести новый автомобиль, учитывая скорость развития компании на сегодняшний день. Первый вопрос, первая часть вопроса, и вторая. Реальность еще существует, или уже под вопросом? Вот, сомневающиеся люди. Вы понимаете, конечно, надеюсь, я не только надеюсь, я собираюсь это сделать. Вот, мой автомобиль набегал уже больше 300 тысяч километров, я его люблю, он хорошо еще работает, но тем не менее, он дизельный, поэтому я надеюсь абсолютно вот экологично автомобиль приобрести по результатам или в 2021 году, или по результатам 2021 года. Я в этом не сильно, я, скажем так, я даже не сомневаюсь, вопрос лишь только в том, какой класс покупать, понимаете, там, чуть-чуть больше, чуть-чуть меньше, имея вот ресурс 12 тысяч токенов, значит, реализуя сейчас свою стратегию и тактику приобретения, небольшого приобретения 10 процентов инвестировать в токены и 80 процентов в акции, которые я ежемесячно, ну, как бы, приобретаю по разным там, в разных объемах. Вот, это такая тактика, которую просто надо, я вам объясню, почему я это делаю, дорогие друзья, давайте я здесь объясню, не там где-то в конце. Ведь я придерживаюсь, вернее, не придерживаюсь, я предлагаю вам придерживаться правила 50-500, то есть ежемесячно найти от 50 до 500 долларов, чтобы инвестировать, распределив сколько-то в токены, сколько-то в акции. Кто-то скажет, Масло, почему вы ерунду говорите? А давайте посмотрим это с такой стороны, что, с которой вот мы привыкли смотреть, но мы забываем зачастую это. Ведь мы вошли, мы положили, вложили свои средства в бизнес, который мы поддерживали. Мы его начали поддерживать в каком году, кто в каком. Кто-то в 2014, я с 2015 года, начало, потом, кто-то в 2016, 2017, 2018, кто-то в 2019 году, кто-то в этом году только что поддержал. Понимаете? Но условия-то разные. Я в конце потом скажу, в чем здесь разница. Понимаете? Или даже давайте я сейчас сразу посмотрю, что я там на этот счет. Ведь смотрите, давайте сейчас разберемся, что было в самом начале. Первый прыжок, это я как бы посмотрел, что у нас есть определенные параллели с Фейсбуком. не столько с самой технологией, сколько как бы с процессами, которые происходили. Достаточно близкие. Первые, в 2004 году, первые, кто стали поддерживать, финансировать этот проект, это был прыжок вверх. А на чем он обосновывался? Или основание в чем было? Обоснование было ценности и необходимости. Все. Обосновано было, что это ценно. было опробовано на небольшом сообществе. Это супер, как стало работать. Люди активизировались. И было объявлено, что это необходимо. То есть есть запрос. Кто сегодня из вас, дорогие партнеры, сомневается, что есть необходимость и есть ценность в том, что мы делаем, то, что изобрел и довел вместе со своей командой, с нами вместе, Анатолий Эдуардович Юницкий. Прыжок вверх. Первый. Он состоялся сегодня, 2020 год. Ну, кто еще сомневается? Даже польская прокуратура отпустила считаться. Понимаете? Я в начале прошлого года говорил, что я вернулся из, скажем, беседы, очень такой теплой, шестичасовой беседы в прокуратуре в Варшаве, когда меня там, ну, скажем так, перекрестно опрашивали, хотя не имели никаких претензий, я просто пошел туда, как на амбразур, как мне потом говорили. Но я им обосновал, и когда я оттуда уходил, переводчик сказал, слушайте, как, где можно инвестировать в этот проект, о котором вы говорили здесь. Понимаете? Даже прокурат отпустили, они тянули. В конце года они отпустили, теперь я могу сегодня вам это честно прямо сказать, что год прошел, они отпустили. Они следили, потому что мы им время от времени сбрасывали информацию, они следили за ходом, никаких подозрений, никакого тут, ну, нету сомнений о чем-то другом. Прыжок веры произошел. Первый прыжок. В чем второй прыжок веры, если вот провести аналогию с Фейсбуком? Это обоснование роста и развитие материализации или материализация ценностей, правильно так сказать. Есть у кого-то сомнения. С нашей помощью вместе с нами создаются ценности, но это пока не деньги. Все время хочется кому-то, а это присуще всем и мне, посмотреть, ага, сколько здесь money, 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 сколько здесь денег, что там, или как это делать. Но пока это не деньги. Мы только можем рассчитывать, понимаете? И поэтому я возвращаюсь обратно к своему, как бы, пониманию тактики и стратегии. неужели я не могу в месяц найти 50-500 долларов, понимаете? 50-500 долларов. Переводить это хоть в донги, хоть в вьетнамские, хоть в российские рубли, хоть в европейские евро, чтобы вложиться в бизнес, который я на первом прыжке поддержал. Я поверил в этот проект? Поверил. А что я сейчас в него сомневаюсь? Есть основания развиваться? Да, мне что-то не нравится, да, что-то там не так сказали, кто-то не так сказал, я что-то услышал, кто-то там что-то еще наговорил, понимаете? Но в целом проект идет, и я не имею права вам говорить, но Анатолий Дуарович сказал, что я вам только могу сказать, когда я по телефону сказал, без передачи, что мы имеем очень ценную информацию, как развивается наш проект. А что может это сказать? Только лишь что, что мы выходим на рынок. А что значит выход на рынок? А рынок, выход на рынок, мировой рынок строительства, это значит, мы собираемся и готовы, и уже может быть потихонечку где-то строим, но не говорим об этом. Понимаете? О чем-то мы говорим, где мы строим, о чем-то мы не говорим. Но услышим об этом, когда настанет время. Поэтому тут надо быть очень, ну как бы, ведь нельзя делать бизнес, встав одной ногой и стоять на этой ноге и думать, эх, ставь вторую ногу или не ставь. Встань, стой и иди. На двух ногах иди дальше. И поэтому найди свои 50 долларов, найди 60 долларов, найди 100 долларов, сколько найдешь. Ибо ты все равно где-то их растратишь. Говорю, я себе. И нигде не вернешь. А так, по крайней мере, они будут у тебя в токенах или в акциях. Ибо этот бизнес делает второй прыжок и он обоснованно растет, он материализуется и в этом я, как предприниматель, как консультант, как экономист не цениваюсь. Понимаете? И я не имею сегодня даже морального права для себя не участвовать и не поддерживать тот бизнес, который я поддержал. Это грех. Скажу я вам. Поэтому думайте сами. Вернусь обратно к вопросам еще. Так, стоп. Извиняюсь. Так. Вот это такой небольшой комментарий по поводу вот этого шестого пункта. Зачем мне нужно было тратить сто тысяч долей акции, если я сейчас за двести долларов, он человек провел свой расчет, он к тому же, о чем я уже говорил, могу купить то же самое, да, можете. И когда вы задавали вопрос делать, не делать, я вам говорил, думайте сами. Я для себя решение сделал, что я все обменяю и скажу, что смотрите, раздельно накупленные и обмененные. Я не знаю сегодня, что будет с теми, кто обмененный. Но есть у меня такое чувство, что что-то будет очень интересное. Вот и все. И нет оснований подозревать Юницкого не в лояльности к нам. Понимаете? Он много что делает именно и он это обосновывает. Он говорит, я это обязан сделать. поэтому поживем, увидим. А кроме того, а вот хороший вопрос человек задал, но не слушает или нет времени почитать, поэтому я решил целый слайд вернуть с середины прошлого года, вернее с сентября месяца прошлого года, а кроме токенов, какой функционал мне для на платформе блокчейна. То есть мы как бы создаем платформу, что мы там с токенами только будем делать и какие там функционалы еще можно будет или будут использовать. Вот, дорогие друзья, возможности блокчейн платформы SVG на основании SVG токенов и вообще SCAV платформы. Ресурсы, которые могут там участвовать это финансы, проекты, люди, грузы, инфа. Люди это имеется ввиду могут оперировать своими ресурсами. это блокчейн платформа на основании смарт-контракта, функционал, организация оплата транспортных услуг, пропорциональное распределение прибыли, функционал, функционал, потенциал и возможность создания своей биржи, функционал, функционал, причем очень большой плюс еще, чтобы не заморачивать мозги, это еще очень большой бизнес, но для этого надо платформу капитализировать в хорошем смысле это слово, придать ей ценность, вывести тоже ее на мировой рынок. Народное финансирование, проектирование и строительство. Очень интересная тема. Публичная и открытая для участников торговая площадка система блокчейн процедур, через которые можно будет покупать или участвовать в покупке каких-то услуг, в продаже этих услуг, материалов и так далее, предложений. И что самое главное, это надо было в красный цвет обвести, это автоматическое управление движением и стыковками с сопряженным транспортом. Это целый большой функционал, который будет для большого открытого круга недоступен, он будет для ограничения или скажем неограниченного правильно сказать так для целевого круга будет использоваться блокчейн платформа. Ну будет. Ну и естественно возможность гибкого взаимодействия и взаиморасчетов по-разному, в том числе и по акциям кстати. Так что возможности блокчейн платформы будут использоваться и расширяться. И это ясно. Так, а теперь окроме все, я повторил еще один вопрос. Так, прыжок веры я тоже вам рассказал. Ну вот, дорогие друзья, сейчас посмотрю, что у нас здесь еще возникло. Я имею в виду меня реакция на токены. Так, не понял. Если я обменял акции с акцией уже ну да, если нет, так и нет уже все, если вы обменяли. Я тоже так думаю, Вера, если вы обменяли все свои акции на токен, то у вас токены, вы владелец токенов. Когда будут предлагать за токены покупать акции, может быть, кое-то же будет, почему бы и нет тогда стать именно акционером. Вот. Если акции мало, то лучше купить токены. Почему акции мало, то лучше купить токены. Да, ну, 1 к 30, значит, пакет всегда можно найти. Что такое, Татьяна, значит, мало акций, лучше купить токены. Не понимаю вашу логику. Мало это до 1 кг. Ага, ну, в этом плане. Нет, 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 не спешите. Это логика такая, значит, обменивать наоборот, если до миллионов, то лучше не лезьте в токены. Держите в акции. Понимаете? Бежит другие проекты. Николай Пестов. Вот очень хороший вопрос или тема. Основная масса бежит другие проекты, ходят быстро, много и сейчас. Очень интересно. Люди не хотят видеть огромные финансовые возможности в Скайвей. Ну, ничего не поделаешь, но есть масса людей, дорогие друзья, которые просто не знают про Скайвей и с большим удовольствием сюда прибежали. бы бы, или пришли бы, как правильно сказать. И дело в том, что мы как раз об этом говорили и сейчас начинается, наконец, начинается блок модулей обучения, как интернет-бизнес вести, как привлекать с холодного рынка участников инвестирования, ибо этот процесс он нескончаемый, ибо работа по реализации токенов 500 миллионов, миллиард, проект растущий, 20 миллионов километров дорог надо построить, причем в той концепции, которая была изложена в белой бумаге, то есть через, скажем, определенное собственное финансирование, это серьезная, очень серьезная заявка, это очень крупный бизнес, и поэтому здесь работы хватит всем, и поэтому те, кто сегодня бегают, да, много таких опыргрунчиков, значит, которые думают, что вот я здесь купил, быстро перепродал, тут перехватил, еще раз нарастил, нет, это серьезный проект, и поэтому, тем более, это транспортный проект, дорогие друзья, но поймите правильно, поэтому есть не основная масса, Николай, я с вами не согласен, это основная масса, которая пришла на начальной волне, на первом прыжке, не поняв, или же, скажем так, им объясняли, в том числе, ваш покорный сруга, я, я тоже виновен в многих грехах, в своем выступлениях, я тоже немножко, мягко выражаясь, не немножко, кое-где настраивал людей на более такой, скажем, быстрый, но тем не менее, я четко показывал, что смотрите, вот реальности, и скажу так, что это все не со зла и не от злого умысла, а просто от желания увидеть этот бизнес как бы ну, реализованным с выгодой как можно скорее, но жизнь есть жизнь, проекты есть проекты, и поэтому я уже вот два, как минимум два-три года говорю, что 2021 год я собираюсь купить машину на выгоды, которые я получу с этого проекта. Я не сегодня точно не могу сказать, это только лишь токены, может быть, это через токены и через акции. Ресурс есть, поэтому я настраиваюсь на это. Поэтому естественно сейчас начинается очень интересная работа по привлечению и по отдаче в руки тех, кто понимает, что этот бизнес выгодный, являются уже сейчас партнерами отдачи в их руки интересных инструментов, в хорошем смысле этого слова, и возможностей зарабатывать здесь. все идет сейчас к этому. Так, да, и дивиденды тоже в том числе. А где я могу получить данную информацию о токенах? Ну, где о токенах? Белую бумагу почитайте, первую версию Вера. Спонсор НДУА. Николай, хороший вопрос или ответ, что к спонсору, но бывает так, что зачастую, к сожалению, спонсоры тоже не все знают. Поэтому мой совет спросите у спонсоров, где можно найти русскую версию первой белой бумаги 1.1. Сейчас свободный перевод по-моему был где-то, но официального пока нет на русском языке. Сушников, Олег, при обмене акции на токен очень многое зависело от первоначального дисконта. Ну, конечно, Олег, абсолютно правильно. сейчас эти самые не будем вдаваться в эти тонкости. Вот, посмотрите мой пример, который я там сказал. Чтобы понять, как ты относишься к этому делу, вин-вин или вин-лосс, просто прикинь, что ты затратил и что ты собираешься получить. Но не сейчас, а вот у тебя есть расчет. И плюс посмотри на пункт, в котором написано, что есть вопрос, пардон, извиняюсь, что вот на третьем. Почему в кабинете токены разделены накупленные и обмененные? Да, конечно, сначала пока для статистики, а дальше это для определенных процедур. Каких, не знаю, но догадываюсь. Говорили, Андрей, о комбинированных пакетах токены и доли. нет пока, а может быть, даже и в этой комбинации будет, сейчас пока другая идея есть. Сейчас пока есть другая идея, в этого нет смысла в комбинировании пакета токены и доли. Или токены, или доли. Вот, но, скажем так, токены можно привязать одно к долям другое. обучающий пакет, или, скажем, будет интересное предложение. Заказчики адресных проектов будут оплачивать только через блокчейн токены, или можно будет на счет аккомпании. Татьяна, хороший вопрос. Я прошлый раз отмечал, он там обозначен, что у меня просто нет, а, я отсюда тоже уже стер. Там было написано, что все взаиморасчеты с заказчиками будут в токенах СВГ. Что должен сделать заказчик для этого? Он должен пойти на биржу, на нашу платформу, которая будет в данном случае, она начнет позиционироваться как биржа своих токенов. Зачем нам у кого-то это заказывать услугу и кому-то платить проценты, понимаете? Это наш бизнес. И поэтому ему надо будет здесь за кровные денежки, там, за какие-то найры, доллары или еще за что-то купить токены и ими СВГ-токенами рассчитываться. И это реальность, так там написано. Так, чтобы понять нашу переписку, надо все прочитать. Ну да, уже прекращен обмен доли на токены. Кто сказал Таисия, что прекращен обмен доли на токены. Прекращен в РСВ, Skyway Capital, я вначале сказал, повторю здесь еще, чтобы вы обратили внимание, что еще то, что есть, какие есть возможности в сообществе, скажем, партнеров Skyway Capital, этот процесс еще не начат. Какой Олег Сошников интересуется? Присматриваюсь, что предложат или что будет предлагаться в 2021 году, но полагаю, что это будет или же водородно, или есть еще одно интересное топливо, скажем так, но боюсь, что в 2021 году их не выпустят на рынок просто. Так, машину. Как вы думаете, возможно ли такое, что за проданный токен средства будут начислены на кошелек эфира? На кошелек эфира. Нет, они сначала будут на кошелек здесь зачислены, которые у вас есть, а дальше вы куда хотите можете перечислять. Почему бы и нет? Здесь должен быть свой кошелек. А это, по-моему, оно и есть эфира, эфириум. И это здорово, это здорово, надо изучать выгоды приобретения токенов, привлекать партнеров, а там партнерка конечно, 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 Хотя там будет партнерка через, значит, я так думаю, что нам удастся все-таки договориться с главной компанией, чтобы было бы, чтобы было бы, была бы возможность это делать. Не буду сейчас даже просто вот, разные варианты рассмотрены. и хорошая партнерка, потому что партнерка есть партнерка. У нас самая лучшая партнерка, кстати, эксперты так сказали. Так, дорогие друзья, мы работаем с вами 48 минут, вот, вопросов у вас нет, у меня тоже нет вопросов, может ли сейчас о строительстве в Москве есть какие-то новости или нельзя. Вы знаете, по моим данным, по моим данным, в Москве сейчас ничего, Москва строится, не разом строилась, вот, проект, о котором говорилось, это я заметил, значит, что в первой белой бумаге говорилось о проекте московском, вот, во второй белой бумаге его уже нету, вот, все, скорее всего, связано с тем, что приостановился проект в Полеск, вы извиняете, Подольск, Подольск, окружная, там выявились какие-то причины, не буду даваться подробностей, это на рынке, или, скажем, на базаре кто-то что-то сказал, вот, мое четкое представление, что не складывается этот проект, сейчас как бы выведен за черту проектов, и он приостановлен, потому что там было связано это с СМИГом в какой-то степени, и там не совсем все складывалось. Блокчейну, так, Валентин, вернитесь, блокчейну, я хочу сейчас одну минутку, блокчейну вы хотите увидеть этот сейчас одну минуточку, да, пожалуйста, сфоткайте, но вы можете видите здесь, если вы посмотрите в ресурсы, то там есть общедоступные ресурсы, я каждый материал каждого вебинара вывожу в общедоступный, если вы туда зайдете, вы сможете его там как бы полностью скачать и использовать необходимые для вас цели. На слайде мелкий беда, ну вот, ничего не поделаешь. Так, что ж, дорогие друзья, наш вебинар подошел к концу, я благодарю вас за долготерпение, за вопросы, которые вы задали, спасибо, желаю вам отношения ко всему по жизни вин-вин, выиграл-выиграл, и тогда наступит всеобщее благоденствие и, скажем так, благополучие, к которому мы все идем, и мы к нему придем, я в этом не сомневаюсь. Строй сковей, спасай планету. Я не стыжусь этого слова, я его использую в хорошем смысле. Строй современный инновационный транспорт и спасай планету. И не только это, поддерживай проект, разберись в том, что ты можешь и что ты должен сделать, и делай это. Спасибо. Всего вам доброго, доброго, здравия вам, вашим близким. Берегите себя, и тогда мы все придем к заветной цели. и вам и Продолжение следует...